Не надо разбивать, проверять! А где хозяин? Второе, кто что в дом? Нету никого. Никого нету? Нет, нет. Сегодня в четвертом часу утра, то есть под покровом густой уральской тьмы, на улице Камвузовской загорелся двухэтажный дом коридорного типа под номером 21А, что в окрестностях спорткомплекса «Урал». Эпицентр огня затаился на первом этаже, в квартире, где находились трое парней характерного вида, которые очевидно, что закончили воскресный вечер синькой, но немного поспали, чуток протрезвели и в беседе с огнеборцем хорохорились. Дескать, трое пьяных в адресе, и типа кто-то из них неудачно покурил, это слишком банально. А ну как это был поджог! Реально? Ты сам подумай, сам подумай, в плане того, чтобы, короче, одновременно, сразу же, бензином разлетел, короче, так. Ну что там? Нет, я начинал. Разом вот так разгореть. Я просыпаюсь, я просыпаюсь, я просыпаюсь, я просыпаюсь, я просыпаюсь, вот такой бомб. Огня-то не было, дымом было много. Я сам в ходе так выступил, а так вот сразу же убираю. Этот ночной пожар, обошедшийся, по счастью, без погибших и даже без пострадавших, был украшен героическим спасением двух молодых барышень, двух сестер, которые были вынуждены прыгать со второго этажа, но не на грешную землю, а на любезно натянутое одеяло. Специфика этого здания коридорного типа заключается в том, что если что-то загорелось, то дымом затягивает коридоры обоих этажей, и люди через двери наружу выйти не могут. Тут либо мокрыми тряпками плотно затыкать щели в дверях и ждать МЧСовцев с колпаками-самоспасателями, либо сразу же прыгать в окно. Людям-то на первом этаже, в том числе и тройке парней в эпицентре огня, повезло. Они через окошки вышли на свежий воздух, а вот со второго этажа прыгать все-таки не каждому под силу. Страшно, да и неподготовленный человек может поломаться. С второго этажа прыгали, сначала они животных кинули, собаку, кошку, потом сами начали прыгать. Вы все? Да. Девчонка молодая. Я спала, у меня получается сестра открывает дверь, видит то, что пожар, ну запах почувствовали. Дым, да, был сильный? Да, получается, говорит пожар, мы давай орать, короче, то, что пожар, всю рекреацию будить. Все, пытались выйти, а мы заблокированы, получается, и с подъезда прям несло. Ну и все, и короче. Ну и вы как-то стали на помощь звать? Да, мы стали на помощь звать, получается, люди, которые снизу были, рядом, помогли, как бы, сказали кидать одеяло. Ну, короче, прыгайте. В пути следования пожарно-списательных подразделений к месту пожара не переставали поступать звонки с просьбами о помощи. По прибытию к месту вызова было установлено, что открытым пламенем происходит горение квартиры, расположенной на первом этаже. Происходит интенсивное задымление первого, второго этажа двухэтажного дома. С верхних этажей, из окон, люди просят о помощи, также доносились просьбы о помощи из подъезда. В связи со сложившейся обстановкой, начальникам караула было принято решение о поднятии ранга пожара до 1 ГИС в целью привлечения дополнительных сил и средств. Там уже пожарные подъехали, и, получается, мою сестру так вытащили. Вот. А вы пострадали-то во время пожара? Нет, я упала. Красиво упала. В ходе тушения пожара было задействовано 7 единиц техники, 20 человек личного состава. Для спасения людей было задействовано 6 звеньев газодымозащитной службы. Производили спасение людей при помощи спасательных устройств. Непосредственно выводили на свежий воздух из задымленного помещения по лестничной клетке. Также проводили спасение при помощи ручных пожарных лестниц через оконные проемы. Всего было спасено по трехколенным ручным лестницам 12 человек, из них трое детей. При помощи спасательных устройств с двенями ГДЗС на свежий воздух из задымленного помещения было выведено 5 человек. На тушение пожара было подано 2 ствола Б, был задействован пожарный гидрант. Сложность пожара заключалась в том, что данное здание является коридорным типом, и в случае возгорания происходит интенсивное задымление всех помещений, и люди самостоятельно не могут выбраться наружу. В принципе, пожарные спасательные подразделения сработали быстро, четко, не допустили травм, гибели среди местного населения. Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки. На данный момент проводится работа с администрацией Кировского района по вопросам расселения пострадавших жильцов от пожара.